Однажды Сергей Корбан увидел в мусорном баге выброшенную лыжу редкой марки. Пройти мимо не смог, взял с собой. С того дня и заболел лыжным хобби. Это в свое время на ряд лыжных комбинат они пытались выпускать снегоступы. Снегоступы это экспериментально опытная модель. Сейчас в коллекции около 400 пар лыж с 30-х годов прошлого века. О том, что влечение настолько затратное, Сергей не предполагал. В свое время, чтобы собрать такую внушительную коллекцию, потратил все сбережения. А потом пришлось даже продать иномарку. Но, говорит, оно того стоило, удалось раздобыть поистине уникальные экспонаты. Вот лыжи. Наша первая лыжи чемпионки, такие мечалы. Это подарил Глумов, он борется. Она на них начинала заниматься. В коллекции, кстати, не только лыжи, но и раритетный инвентарь. Кубки, медали, фото из походов, соревнований, ну и, конечно же, экипировка. Шапки тех времен, вот, с 74-го года, с 6-го года, вот такие шапки фирменные, вот того времени. Вот знаменитые наши советские шапочки Петушок. Бывший биатлонист, хотя и в возрасте, но о спорте не забывает и сейчас. Вперед пару стареньких лыж тиса и идет в лес преодолевать километры. Когда есть возможность, практически через день. Сколько для вас оптимальная дистанция? Я не фанат такой уж сильный. Я круг прохожу, ну два, от силы и все. Больше 20 километров я не прохожу. 20 километров получается? Да, да, так. Кстати, здесь же, возле лыжни, несколько дней назад Сергей разместил 30 кормушек для птиц, которые сделал сам. Красивый, обалденный дятел такой, красненькие крылышки, лежит, погиб. Были первые морозы. Вспомнилась вот эта мысль идея, думаю, а почему здесь не делать? Конечно, объем большой, 25 километров. В планах соорудить еще несколько кормушек для белок и перевезти экспонаты в будущий музей. Сейчас большая часть ютится в подвале. А вот здание для будущего дома лыж уже нашли. Знамена, а также почетные грамоты, дипломы, которых награждали спортсмены. Здесь бы стояли пирамиды лыж, которые они есть. Здесь 70 квадратов, места хватит на все экспонаты. Помещением под музей поделилась одна из местных лыжных баз. В амбициозных планах переехать в этом году. Однако, чтобы музей открылся, нужно сделать ремонт. Поэтому потребуется любая помощь. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.